Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся в гипермаркете запчастей, где 100000 качественных запчастей ждут вас. Так что заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. Звоните нам и обязательно не забудьте подписаться на канал. Прямо сейчас пройдемся по шведам. Итак, встречаемся с АБ-235. Первый шведский турбомотор Saab объемом 2,3 литра B234 появился аж в 1989 году и устанавливался на Saab 9000. Это был поистине надежный мотор, который просуществовал на конвейере до 1998 года и потребовал модернизации для соответствия более строгим экологическим нормам и снижением затрат на производство. Так появился B235, по сути облегченный B234. Блок цилиндров облегчен, его механическая прочность снижена, были облегчены поршни, что повлияло на их надежность. И даже балансированные валы попали под раздачу и получили более узкие опоры и шейки. Производительность маслонасоса тоже урезали, то есть механическая надежность этого двигателя была снижена и тюнеры к нему даже близко не подходят. Двигатель объемом 2,3 литра выпускался до 2010 года в трех модификациях B235E, B235L и B235R. Комплектовался электронным блоком Trionic 7 с электронной дроссельной заслонкой. По механике эти двигатели практически одинаковые. Только младшему B235E достались не жаропрочные клапаны. На мощных двигателях, мощность которых более 220 лошадиных сил, устанавливалась турбина Mitsubishi на менее мощных Гаррет. Двигатели B235E устанавливались на Saab 9.5 с 1998 по 2010 год. Также их ставили на модели 9.3 Aero предпоследнего поколения, то есть с 1998 по 2002 год. Впоследствии облегчения очень быстро дали о себе знать. В начале 2000-х двигатели B235E начали течь маслом на стыке кожуха ГРМ, блока и клапанной крышки. Как выяснилось, проблема заключалась в нескольких факторах. Недостаточной жесткости блока, избыточном давлении картерных газов и креновом герметике в кожухе ГРМ. В облегченном двигателе с более тонкими поршневыми кольцами образовывалось больше картерных газов, которых система вентиляции просто не успевала удалять. Эти газы искали путь наружу и находили через деформирующийся герметик крышки ГРМ. Газы открывали путь маслу, которое выходило через уплотнение между крышкой ГРМ и блоком, ГБЦ и передним сальником коленвала. Проблемы с ВКГ также вызывали жор масла и умирание турбин. Из-за чего умирали турбины? Из-за подпирания картерными газами слива масла из картриджа турбины гнали его в выпуск и заклинивали. Инженеры СААП предложили для решения проблемы несколько вариантов. Одним из вариантов была усиленная крышка ГРМ, но толку от нее было мало. А в 2004 году они соорудили более производительную систему ВКГ. Комплект переделки ВКГ для проблемных двигателей B205 и B235, которые были выпущены с 1999 по 2004 год, стали предлагать в 2006 году. Этот комплект из десятка деталей, в которые входят шланги, маслоуловитель, клапан и крышка в маслозаливную горловину. Комплект устанавливается без проблем и выпускается до сих пор. Чугунный выпускной коллектор двигателя B235 может деформироваться от высоких температур и быстрого охлаждения. О деформации можно судить по запаху выхлопа или обломанным шпильком. Так как наш экземпляр без навески, рядышком оказался подходящий экземпляр. Дроссель двигателя B235 электронный, а датчик положения педали акселератора находится прямо в нем. Поэтому к нему тянется вот этот металлический трос. Нередко неисправность дроссельной заслонки сводится к износу резистивных дорожек датчиков положения заслонки и педали акселератора. В таком случае может помочь разборка и чистка этих дорожек. При неисправности дроссельной заслонки двигатель B235 уходит в аварийный режим с механическим управлением по тросику. Возникают соответствующие ошибки на неполадке в ней. Попутно двигатель еле набирает холостой ход, туго набирает обороты и не работает круиз-контроль. Кассета зажигания модуля Trionic 7 не только заведует зажиганием и контролирует детонацию, она также является датчиком положения распредвала. На неисправность кассеты указывают пропуски зажигания, детонация, то есть тряска двигателя. Также из-за неисправной кассеты двигатель может просто не заводиться. Ее неожиданный выход из строя может сопровождаться запахом горелой проводки, а ошибки из-за поломки кассеты появляются не всегда. Ну что, начинаем нашу разборочку. Редактор субтитров А.Семкин Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы и цепь ГРМ. Гидрокомпенсаторы на этом двигателе далеко не вечные. Они выходят из строя партиями при пробеге в 150 тысяч километров. Единственной достойной заменой гидрокомпенсаторов это гидрокомпенсаторы компании INA. К состоянию кулачков распредвала у нас замечаний нет, а вот к цепи замечания есть. Такого люфта быть не должно и по ходу цепь обо что-то терлась. Сейчас разберем и узнаем. Балансированные валы на двигателях B235 служат для уравновешивания сил инерции второго порядка и являются слабым местом. Дело в том, что узкие вкладыши изнашиваются и начинают пропускать масло. Проблема известна. Для ее решения можно просто выкинуть два балансира, заглушить каналы втулками и также заглушить масляный канал натяжителя цепи. Такое решение популярно даже в Европе, где продаются комплекты заглушек. После удаления балансиров двигатель не начинает работать с вибрацией. Правда появляется некая требовательность к опорам двигателя. На дешевых неоригинальных подушках двигатель может подколбашивать, а на качественных нет. Двигатель у нас не ликвид, только на разборку. Обратите внимание на масляные отложения и на растяжение цепи балансиров. Вот один из самых популярных подушков. из балансиров, как на моторе B204. Но есть нюанс. Шейки здесь тоньше и по этим шейкам убегает давление масла, которого этому мотору и так не хватает. В продолжении темы, а что терлась цепь? Цепь растянулась, скривилась и терлась вот в этом месте облок. На четырех камерах сгорания мы видим обильный масляной налет. К сожалению, для данных моторов это не редкость. Хон просматривается. Задиров нет, но износ присутствует. Но поверьте, это не самое плохое, что может случиться с этими моторами. Дальше все увидите. Облегченные поршни двигателя B235 склонны к износу. Они очень плохо переносят возложенные на них нагрузки. В случае с двигателем B235R они еще склонны прогорать. Пробитый поршнем блок двигателя B235 – это нередкое явление. Более тонкие поршневые кольца сами по себе имеют уменьшенный ресурс, благодаря чему двигатель при пробеге в 200 тысяч километров начинает есть масло на угар. Чего раньше САБовскими моторами не было. По состоянию на первый взгляд никаких проблем нет, но маслосъемное кольцо потеряла подвижность. Все это цветочки, потому что на этом двигателе в первую очередь изнашиваются коренные вкладыши, но и шатунные у нас пострадали. Первыми изнашиваются вкладыши третьей опоры коленвала. Сейчас Паша нам это продемонстрирует. Что и требовалось доказать. Сейчас посмотрим остальные. В первую очередь изнашиваются вкладыши третьей опоры коленвала, а затем все остальные. Двигателю B235R достались вкладыши облегченной конструкции. Соответственно, они изнашиваются преждевременно и это приводит к потере масла. А масляной насос меньшей производительности не может компенсировать эти потери. Через изношенные вкладыши давление масло убегает. А почему в первую очередь страдают вкладыши третьей опоры коленвала? Потому что именно отсюда осуществляется забор масла для балансиров. То есть здесь нехватка масла ощущается намного сильнее. Ну а по состоянию коленвала коротко – бутиль. И вот тот самый канал, по которому идет масло к шейке балансира. В редких случаях масляной насос может выйти из строя из-за выработки между ротором и корпусом. Также есть случаи заклинивания редукционного клапана. Все это ведет к падению давления масла и повышенному износу пар трения двигателя. Вот такой двигатель появился из-за экономии на всем. Хорошего здесь действительно стало меньше. Обязательно подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас хорошие запчасти с честной гарантией. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М»